День рождения Как и на настоящем дне рождения, здесь собрались только самые лучшие друзья, коллеги и просто близкие сердцу люди. Татьяна Натучиева, знакома с редактором журнала Анной Багдасаровой, больше 10 лет. Говорит, раньше работали вместе моделями, теперь обе занимаются предпринимательским делом. На мой взгляд, достаточно тяжело содержать такие издания, потому что печать всегда очень дорого стоит, очень тяжело найти рекламных партнеров, которые дадут бюджет для того, чтобы это все напечатать и для того, чтобы получилось что-то качественное. Я думаю, что это нелегкий труд, потому что мы понимаем, что достаточно много изданий, даже крупных федеральных закрывается, потому что очень дорого печать стоит, очень многие приходят на электронный формат. Я желаю, чтобы проект процветал, чтобы, возможно, появилась электронная версия, чтобы людям в Батайске он что-то давал, интересное. Среди гостей не только друзья детства, но и представители администрации и даже спортивного сообщества области. Спорт – одна из тех вещей, где мудрцы и людские проявляются, скажем так, на максимуме. И поэтому, допустим, в последнем номере интервью с генеральным директором нашего клуба, Елена Петровна Швейбович, я знаю, они делились своими планами, она хочет сделать интервью с нашим главным тренером. То есть эмоции и спорт неразделимы. Вы знаете, Батайск – город небольшой, и уже все печатные здания, они традиционные. И как раз на самом деле не хватало именно того формата, который принес журнал «Эмоции» в город. Потому что это молодежное, это что-то новое, это стильное, это украшает любые заведения, любые мероприятия, вносит какую-то свою искринку. Не искру, а огонь в сердцах сумели разжечь выступления кавер-групп. Ноги сами пускались в пляс, и парни, и девушки с удовольствием двигались в ритме танца. Журнал «Эмоции» мы знакомы с самого первого дня основания, очень плотно общаемся. Несколько публикаций было по поводу наших мероприятий совместных, также рекламные мероприятия наши. Интересно все. Жизнь Батайска, жизнь интересных людей, очень много эмоций. И, конечно же, какой день рождения без подарков и поздравлений. В этот вечер их было сполна. Самое сложное – это, как я помню, первый выход номера, когда тебя никто не знает, не знает твоего названия, что вообще, в принципе, есть такой журнал. Вот это, наверное, самое сложное – старт. Ну, со временем, как я уже повторюсь, появились друзья, партнеры, коллеги, команда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова